Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я весь уже в этих нитках Да елки-палки Приобщусь к древней технике гравюры С деревянной матрицей Донг хо И, наконец, стану императором Вьетнама. К сожалению, ненадолго. Ну вот выходит. Я вроде как император Вьетнама, а эта жена моя одна из ста четырех. Почти тысячу лет Вьетнам был провинцией Китая. Но еще раньше на юге этой страны существовало и государство Кхмеров, которое тоже оставило здесь свой след. Вьетнам испытал и сильное влияние Индии. Оттуда пришел в страну буддизм. Независимая эта страна стала только в середине 20 века. Но независимость и самобытность – это разные вещи. Есть как минимум три веских причины, которые могут заставить вас приехать в Холонг. Во-первых, вы можете просто снять вот такую шикарную яхту и вдоволь наесться морскими деликатесами, только что выловленными в водах Танкинского залива. Во-вторых, может быть, вам повезет, и вы увидите таинственное чудовище, напоминающее дракона. Его называют здесь Тараски, которое время от времени всплывает среди вот этих островов. И, наконец, третья причина. Так же, как и мы, вы можете отправиться вон туда. Там живут люди, которые никогда не выходят на берег. Когда оказываешься в бухте Холонг, становится понятно, почему она объявлена ЮНЕСКО достоянием человечества. Можно пересчитать по пальцам места на нашей планете, равные этому по красоте. Название бухты Холонг переводится как «место, где дракон опустился в воду». В самом деле, при некотором воображении можно поверить, что гряда островов – ничто иное, как хвост гигантского сказочного дракона, однажды прилетевшего искупаться в бухте, да так и оставшегося здесь на века. Что же касается Тараски, легендарного чудовища, которое будто бы обитает в бухте, то о нем здесь вам расскажет каждый. Я брать не буду, не видел. Может быть, вам повезет. Ну вот это и есть люди, которые подтверждают теорию Дарвина о том, что все мы вышли из воды. Некоторые даже туда решили вернуться. Вот это ут – хозяйка семьи большой, которая всю жизнь живет на воде. «Жизнь на воде». Это все твои дети? Раз, два, три, четыре, а мы это соседские. Вот я знаю, что женщины не спрашивают, сколько лет. Сколько тебе лет? 32. 32. А правда, что у вас здесь женщина главная в семье? Правда. А как, что это значит? Ты говоришь мужу, иди так, посуду моешь. Потом, иди рыбу ровни. Да, он меня слушается во всем. Наказываешь его? Так, ну давай, показывай, как вы живете. Дом на воде. Здесь кто живет? Дети. Дети, да? Так, а здесь что? А там рыбы, она выращивает маленькие рыбы. А большие, которые поймали, вот тут, перед ним. А вот тут выращивает. Так. Так же, как семья Ут, в бухте Халунг живут в общей сложности несколько сот человек. В это трудно поверить, но они действительно почти никогда не выходят на берег. Им попросту некуда выходить. Большинство островов в бухте непригодны для жизни. Там нет ни пресной воды, ни ровного места, чтобы построить дом. Да и как его строить, они не знают. Ничего другого, кроме как управлять лодкой, ловить и выращивать рыбу, они не умеют делать. Это окунь. Это окунь. Чуть-чуть, а мы подаем, венки. Кусается. Очень больно кусается. Да. У нас тут целый рыбный завод. Слушай, а только они живут, а не умирают они здесь. Самые крупные живут у нас примерно год. Год. Почему, говоришь, ты поймал, а муж что делает? Нет, я не поймал. А, муж поймал. Все-таки ловит муж? Да. Это муж. Мне пора идти готовить ужин. Ужин, да, делать. Пойдем, я тебе помогу. Ужин на воде. Для начала Ут доверила мне промывать рис. Да, вот так руками. Хорошо ты, маленькая, а мне далеко туда. Еще ниже, еще ниже, чтобы там то, что плавает наверху, вот, что правильно. Еще ниже, да. Так сейчас оттуда прыгнет кто-нибудь и съест меня. А здесь глубоко? Левосауа. Нет, не глубоко. Ну, сколько метров? Пять метров. Слушай, Уж, зато хорошо, тебе пол не надо мыть. Надо мыть, полыть. Надо? Да. Ну, а что ли не надо? Я не знаю, что с этим делать. Надо плавить кокапулю. Точно, они у них здесь гладые, женщины. Показывай, давай, плави. Что, туда высыпай? Да, да, да. Целиком. После риса вам надо резать ей, вон, там мясо, там печенки, там надо резать. Так, хорошо, а ты что будешь делать? Я буду резать, а ты что будешь делать? А на улице привет к нему прибирать. Я какой-то просто вьетнамский наёмный рабочий получился. Рыба – единственный хлеб этих людей. Главные покупатели их добычи расположены на островах рестораны и лодки, которые катают по бухте, желающих увидеть легендарное чудовище. Сами обитатели плавучей деревни на вопросы о чудище только посмеиваются. Для них всё просто. Чем больше людей, которые в него верят, тем больше у них покупателей. Расскажи, сколько здесь рыбой? Я смотрю, раз, два, три, четыре, пять. А ночью мы все соединяемся, в этом ночью и ночью. Примерно в девять часов вечера. А зачем вы соединяетесь? А чтобы безопасно, потому что бывают там штормы. А кто-нибудь здесь умеет писать? Никто не умеет не писать. А радио есть у вас? Ну, не у всех. Например, у нас нет. А ты родилась тоже на таком, в таком доме? Да, она родилась, она такой легкий, родители тоже были, как они. Новые люди в бухте не появляются. Подрастая, юноши выбирают себе в жены девушек из соседних плавучих домов. Так что все живущие на воде друг другу дальние родственники. Пут дала мне важное поручение. Каждый день она дает деньги старшему сыну, чтобы тот съездил на лодке и купил водки для отца. Это единственное удовольствие, доступное мужчине рыбаку в Вьетнаме. Магазин на воде. Наконец-то рыбаки обнаружили хоть какой-то смысл в моем появлении на плавучем доме. Отправить большого белого человека за водкой. Оживились сразу все. Но до магазина мы не доплыли. У нас заглох мотор. Да, видать, мужу-то сегодня придется без ста граммов обойтись. Увидев, что мы застряли на полпути, и магазин сам поплыл нам навстречу. Магазин! Так, давай, водка. Водка. А, алё. Так, а вот давай, бисквит. Что-то еще давай. Нет. Для детей. Сладкого что-нибудь для детей, вот для них. Для этих вот. Во, правильно, конфеты. Во. Ребята, это вкусно? Да. Да, хорошо? Да. Окей. Считай. Сколько? 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 110 тысяч донгов. Это ж какие деньги сумасшедшие. Вот, 110. Все? Товарищ, спасибо. Спасибо. Такая вот рыбалка сегодня у меня. А что ты делаешь, брат? Что это такое? А, крючки разбираешь. Маск. Ут, знаешь, я уважаю твои традиции, но я все-таки с женщинами выпивать не привык. Вот, когда освободится, я с ним выпью. Русские по отдельности не пьют. Давай по граммулечке. За рыбацкое счастье. Да какая разница? А-а-а. У вас чокаются, да? А-а-а. Давай. За нашу долю чашскую, мужскую. Будь здоров. Забористо. Хватит, хватит. Не я. На работе не пью. Ут, зачем ты покупаешь ему водку? Ут, зачем ты покупаешь ему водку? Он не пьет, но вот это очень помогает, что ему надо каждый день, в 3 часа ночи встать и на рыбалку. Это как бы полезно. Полезно? Помогает. А-а-а. Помогает. Так рано, в смысле, как. Вот как. А сама она пьет? Ут, ты сама пьешь? Нет? Нет, никогда. Хорошо. Слушай, ну, в общем, значит, денег-то хватает? Живете как-то? Нет. Нет. Ну, а власти как-нибудь приезжают, что-нибудь вам там говорят? Ничего. Ничего, не трогают? Почему не трогают? Слушай, ну хорошо, вот вырастут дети. Где они будут жить? Ну, на рыбалку пойдем сегодня, если утро разрешит. Разрешаю. Рыбалка на воде. Здесь, думаешь, будет брать здесь? Не знаю. Напротив кафе, танцы, шмансы, дискотека. Какая рыба здесь? Чувствую себя полным идиотом. Все мальчишки окрестные собрались и ждут, когда она у меня клюнет. Да не клюнет она здесь никогда в жизни. Нет здесь рыбы никакой. Это была, конечно, самая нелепая и бессмысленная рыбалка в моей жизни. В окружении нескольких лодок и деревенских мальчишек наивно было бы ожидать хотя бы одной поклевки. Давай домой. Беднее этих людей я не встречал. Когда камера была выключена, они наперебой стали предлагать мне купить любого из их детей. Не потому, что не любят их, потому что понимают. Так жить человек не должен. Ладно, ребята, спасибо за гостеприимство. Спасибо. До свидания. О, великий повелитель земли и неба! Да будут бесконечные дни твоей земной жизни. Пусть мудрость твоя согревает, как солнце твоих подданных. Пусть трепещут враги твои, услышав стук копыт твоего несметного войска. Примерно так звучала в переводе с древневьетнамского обращенная ко мне речь главного советника императорского двора. Во всяком случае, мне хотелось верить, что он имел в виду именно это. Эта церемония воссоздана по записям времен императора Тедыка, который правил Вьетнамом в 19 веке в обстановке невообразимой роскоши. Для каждой его трапезы 50 поваров готовили 50 блюд, которые подавали 50 слуг, а его чай делали из капель росы, собранной за ночь на цветках лотоса. Императоры Вьетнама знали толк в удовольствиях. Во Вьетнаме есть сказка о том, как повелитель неба Он Зей играл с засухой в шахматы и проиграл ей сначала водопады, потом ручьи и реки, а потом и озера. И воды на земле не осталось совсем. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не лягушка. Это она подсказала Он Зею. Ты же повелитель неба. Пошли тучи, чтобы пошел дождь, и на земле снова будет много воды. Так он и сделал. А прощаясь с лягушкой, договорился с ней. За водой на земле будет следить она. Как заквакает, значит, пришла пора пролиться дождю. Ну а сейчас традиционная кулинарная страничка нашей программы. Правда, как и все, что мы делаем во Вьетнаме, она будет не вполне обычной. Потому что готовить мы будем то, что русский человек редко кладет в свою тарелку. Лягушек. Вот это повар одного из ханойских ресторанов. Зовут его Майн, если я правильно произношу его имя. Как раз и научит меня готовить лягушек. Лягушка по-вьетнамски. Только мне придется, естественно, для этого приодеться. Одна и та же проблема во Вьетнаме. Все маленький. Скажи мне, годится любая лягушка или нет? Любая? Любая, она была большая. Большая. Чем больше лягушка, тем она вкуснее. Да, да. Честно говоря, мне не удалось выяснить, кто кого научил готовить лягушек. Французы-вьетнамцев. Или вьетнамцы-французов. Подожди, надо взять, я не умею левой рукой. Фу, какая гадость. Да. В жизни не делал ничего более омерзительного. Клянусь честью. Ноги убери. Господи, твоя власть. Держать партюшки. Передние, передние. Вниз. 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 Непередаваемое ощущение. Так, что дальше? Мариновать. Мариновать, давай мариновать. Вино. Куриные курики. Ага. Вот это вот твоя лягушка, а это моя. Ага. Это крахмал. Крахмал, понял. Это мука. Лука. У меня погуще получается, ничего. Погуще получается. Пань, а что вьетнамцам есть нельзя? Молодила, бывала, бывала. Все можно. Ну, давай. А лягушка обязательно живая должна быть? А лягушка обязательно живая должна быть? А, ну, она была. Ну, она была. Только живая. Иначе невкусно. Нет, не вкусно. Все, прыгала. А тебе их не жалко? Как курица. Как курица. Правда? Лягушки полезны для здоровья. Да ладно, ты шутишь. Все? Финиш? Я настолько ошарашен всем тем, что произошло, что у меня даже слов нет. Ну, русские не едят лягушек, они их боятся. Не надо бояться. Надо их есть. Да. Мон, вкус. Мон, он готов ел. Да? Вкусные. Вкусные. Ну вот, друзья. Лягушка, жареная в тесте. По-вьетнамски. Добрый вечер. Добрый вечер. Ваш заказ. Он сегодня необычный. Потому что одно из этих лягушек приготовил вьетнамский повар, а второй русский. Я хотел вас попросить, попробовать и сказать, какая получилась вкуснее. А потом я признаюсь, какая из них русская, а какая вьетнамская лягушка. Мне понравилась вот эта первая. А эта, вторая, немного жестковата. Но это неудивительно, потому что первую, более поджаристую, делал вьетнамский повар. Спасибо вам большое. Я желаю вам приятного аппетита. Я честно старался. Спасибо. Если лягушачьи лапки похожи на куриное мясо, то зачем же их есть? Можно ведь есть курицу. Но тогда что же получается? Лягушек жалко, а куриц нет? Несправедливо. Ну, а мне остается только попросить прощения у всех любителей животных, у всех друзей природы за преступления, которые я совершил, исследуя особенности вьетнамской национальной кухни. Пошел дальше. Учиться. Уму разуму у вьетнамцев. Ну, вот выходит, я вроде как император Вьетнама, а это жена моя, одна из 104. На сегодняшний вечер она у меня любимая. Завтра будет другой день, другая жена займет это почетное место. Какая жизнь у нас, у императоров. Непростая. В результате бесконечных войн за независимость, которые вьетнамцы вели на протяжении всей своей истории, здесь почти не сохранилось архитектурных памятников. Город Хюэ – еще одна гордость Вьетнама. Как и бухта Холонг, он объявлен достоянием человечества. Когда-то здесь была столица могущественных династий. И по иронии судьбы, именно за Хюэ велись самые кровопролитные бои. Сначала в 19 веке, когда во Вьетнаме высадились французские войска, а потом и в 20-м, когда порядок здесь стали наводить американские рейнджеры. Битва за эту цитадель продолжалась несколько недель. И когда сопротивление было сломлено, мало у кого из американцев повернулся язык назвать это победой. Около двухсот гробов, покрытых звездно-полосатым флагом, отправились на родину, в Штаты. Десять тысяч вьетнамцев, погибших под бомбами, похоронили в окрестностях Хюэ. Ну вот, друзья, примерно так жил и поживал император Вьетнама Тудык. А сегодня все изменилось. И практически каждый, приехавший в Вьетнам, имеет шанс почувствовать себя императором. Помимо великих духовных ценностей, Восток дал человечеству несколько простых и замечательных вещей. Бумагу, порох, фарфор, ну и, конечно же, шелк. Шелк выращивают и во Вьетнаме. Его жизнь, жизнь шелка, начинается вот в таких дворах. У таких людей, как Сонь Минь, его уважаемая и симпатичная жена. Здравствуйте. Сюда. Здравствуйте. Сюда, вот в эти дома, привозят личинки. Вьетнамский шелк. Традиция насчитывает несколько столетий. Несмотря на все достижения прогресса, производится вручную. Мы попали практически в детский сад. Этим червячкам ровно девять дней. Они прожили половину своей недолгой жизни. Червей кормить надо шесть раз в день. Сейчас они спят, поэтому хозяин просят громко не говорить. И он просто покажет мне, как он кормит их. Чем больше червяк, тем больше листочек. А когда совсем большие, то не надо даже резать. Так съедят. А вы прям и спите здесь. Но они не беспокоят, не кричат по ночам. Оказывается, и у детей гусениц есть свой режим. Если их перекормить, личинки могут умереть. Червячка листиком не испортишь. А что у вас медаль там висит? За что? За что? За заслуги пригрозены в войне против Америки. Да. А где вы? В каких войсках? Да. Из русских пушек стреляют? Кулисо? Да. Советских. Поэтому я могу вам тогда сказать, что вы сами знаете. Ну скажите. Здравствуйте. 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 Теперь остается посмотреть, как собственно из них получаются шелки. Соня, очень приятно было с вами встретиться. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Ну а вот здесь шелкопряд и становится собственно шелком. Коконы привозят сюда на 18 или 20 день. И они ворочаются здесь в тепле еще пару дней. Обрастая нитками червяк, который тоже сгодится в дело, о чем я расскажу чуть позже, подрастает и набирается сил. Коконы, для начала, надо хорошенько сварить. А курок попал. Какая многофункциональная вещь палочки. Ими можно есть, а можно и варить шелк. Вот она природа матушка, что измыслила для того, чтобы барышни во всем мире надевали красивые кофточки. Сколько надо всего переделать трудолюбивым вьетнамским девушкам. Да. Так. Так, да, крутить. Ага. Столько, столько. Да. Перемешиваться разуме. Ну. Хозяева этой маленькой фабрики живут здесь же, на втором этаже. Можете представить, какой запах стоит в их доме. Я весь уже в этих нитках. Ага. Так. Да елки-палки. Я не знаю, видно ли вам, друзья. Но дело в том, что... Ах. Коконы разматываются. От каждого кокона идет тончайшая ниточка через эту трубочку. И они, собственно, в воде плавая, разматывают обратно всю свою работу, которую делали предыдущие двадцать и два дня. Я ничего не понял. Они каким-то образом подбрасывают своими маленькими пальчиками эти нитки. А, и старая нитка хватает новую. Шелкопредельной фабрикой владеет семья. Муж и жена. Женщины же работают по найму. Это и есть капиталист вьетнамский. Как вы это делаете, девчонки? И куда? Куда? Вот сюда, да? Как же ты это делаешь? Сюда? Это удивительный народ. Очень быстрый, не очень большой по размеру и очень ловкий. Попал! Супер! Нет ничего невозможного для искателей приключений. Если есть цель, и ты стремишься ее достичь. Пойдем посмотрим, что происходит дальше. После того, как смотана с кокона основная часть ниток, вы думали, все, ничего подобного. Все только начинается. Да, я понял. Все понял? Надо отмыть червяков от остатков шелковых нитей. Отмываем червячков с шелкопряда. Нити, которые останутся после этой процедуры, тоже пойдут в дело. Из них изготовят подушки или одеяло. Вот они, родиненькие. Вот они, чистенькие. Догадайтесь в трех раз, что мы делаем с этой очаровательной бабушкой. Правильно. Мы вынимаем черных, некрасивых червяков и выбрасываем их вон в то блюдо. А вот этих золотистеньких, толстеньких, вот этих ровненьких прелестей мы оставляем здесь. Потому что прямо с этого блюда они отправятся на рынок. Потому что нет для вьетнамца лакомства слаще, чем червячок шелкопряда, приготовленный с рисом и всевозможными восточными пряностями. Пальчики оближешь. В это почти невозможно поверить, но через некоторое время из этих ползающих и, в общем, омерзительных тварей получается вот такая невероятная красота. Как и производство самого шелка, традиция вышивки много столетий назад пришла во Вьетнам из Китая. Но какого же удивительного мастерства добились вьетнамские вышивальщицы. Стоит ли говорить, на производство каждой такой картины уходит несколько месяцев. Здесь могут вышить даже ваш портрет. Для этого достаточно лишь оставить фото. Стоит вся эта красота по меркам московских салонов сущей копейки. За границей принято считать, что символ Вьетнама это остроконечная шляпа, которую делают из листьев пальмы. Это, конечно, так. Но сами вьетнамцы убеждены, что один из важных символов этой страны это картинки Донг Хо. Картинки эти делают в течение многих столетий в деревушке, которая дала им название. Вот это дядюшка Че, один из самых известных художников Донг Хо. Вот он и попробует меня сейчас научить технике изготовления Донг Хо. Картинки Донг Хо. Древняя вьетнамская живопись. Секреты производства передаются от отца к сыну. Все начинается с изготовления вот такой деревянной матрицы. Самое важное в этой работе. Делают матрицы внуки. Дядюшка Че. Он говорит, что он учит каждого из них минимум три года. Дядя. Примесло это существует тысячелетие. Последние трудные десятилетия дальнейшей истории оно было забыто. И только в последние несколько лет дядюшка Че снова решил возродить старый промысел. А сколько дней нужно, чтобы сделать такую матрицу? Пять дней. Да. Очки. Вот так лучше. Дядюшка Че предлагает мне добиться вот такой вот пилигранной точности. Ну, в общем, если учесть, что семья дядюшки Че занимается этим промыслом ровно в пятьсот лет, то неудивительно, что за это время они кое-чему научились. А мне еще только предстоит. Ну, пойдем посмотрим, что происходит с этими матрицами потом. После того, как матрица изготовлена из дерева, наступает самая сложная часть в технике Донг-хо. И после того, как рисунок, основной рисунок отпечатан, его предстоит вручную раскрасить. В картинках Донг-хо используются сюжеты, которые встречаются и в традиционной китайской живописи, и, собственно, вьетнамские. Как правило, это пейзажи и сценки из жизни вьетнамских крестьян. Ну, а вот здесь серийное производство картинок Донг-хо серийное, потому что промышленным язык не поворачивается это назвать. Смотрите, для того, чтобы сделать одну картинку, надо изготовить несколько матриц, каждую для своего цвета. Покупными красками здесь не пользуются. Вот эта черная краска, например, сделана из золы бамбуковых листьев, в которой подмешан раствор особого клейкого риса. Рецептов нет. Все на кончиках пальцев. Они сами знают, до какого момента надо сжигать эти листья, когда добавлять рисовый раствор. Рецепты, которые передаются от отца к сыну на протяжении столетий. Да. Вот тут есть такие иголочки. Ага. точка. С помощью которой надо попытаться не испортить. Надо быть ворошиловским стрелком. Страшно снимать. Нет? Нет. Спасибо большое. Я начинаю чувствую себя в Вьетнаме гулливером, попавшим совсем в другую страну. И не устаю удивляться, как многое умеют эти маленькие люди. Большое спасибо, дядюшка Че, за урок и за подарок. Спасибо. Но у меня, собственно, все на сегодня. Спасибо всем, кто был с нами в этот час. Я, с вашего позволения, займусь трапезой. Увидимся ровно через неделю где-нибудь еще. До свидания. Нормально или выше? На меня смотри, на меня. А, и старая нитка хватает новую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok